Из поучений старца Паисия Святогорца. Больные, лежащие на смертном адре. Геронда, нас попросили помолиться о человеке, который несколько дней висел на волоске от смерти, но его душа не выходила. Почему она не выходила? Он исповедовался? Нет. Исповедоваться он не хочет. То есть, Геронда, муки человека во время исхода его души имеют причину в его греховности? Нет, это не безусловно. Также не безусловно и то, что если душа человека выходит из него тихо и спокойно, то он находился в хорошем состоянии. Даже если люди страдают и мучаются в последние мгновения жизни, это не обязательно значит, что у них много грехов. Некоторые люди от великого смирения усердно просят у Бога, чтобы он дал им плохую кончину, чтобы после смерти остаться в безвестности. Или кто-то может иметь плохую кончину для того, чтобы духовно расплатиться с небольшим долгом. К примеру, при жизни человека хвалили больше, чем он этого заслуживал. Поэтому Бог попустил, чтобы в час смерти он вел себя как-то странно для того, чтобы пасть в глазах людей. В других случаях Бог попускает некоторым страдать в час смерти, чтобы те, кто находится рядом, поняли, насколько тяжело приходится душе там, в аду, если она не приведет себя в порядок здесь. Но, а если твои духовные документы в порядке, то есть если ты находишься в хорошем духовном состоянии, то ты переходишь из земной жизни в вечную, так что тангалашки к тебе даже и не приближаются. Геронда, а если человек умирает или имеет серьезную болезнь, правильно ли будет сказать ему правду? Это зависит от того, что он за человек. Иногда человек, больной раком, спрашивает меня, как ты думаешь, Геронда, я выживу или умру? Если ты ему скажешь, что он умрет, то он умрет тут же на твоих глазах от расстройства. Если ему об этом не сказать, то он ободряется, относится к своей болезни без страха. Дозрев, больной человек сам берет на себя свой крест и находит силы преодолевать все, что случается с ним после. А значит, он сможет прожить еще несколько лет, помочь своей семье, подготовиться к смерти сам, а также дать возможность подготовить к этому своих родных. Конечно, я не говорю таким людям, что они проживут тысячу лет или что их болезнь пустяк, но говорю им так. По-человечески помочь тебе трудно. Конечно, для Бога нет ничего невозможного. Однако постарайся духовно привести себя в порядок. Геронда, иногда родные тяжелобольного человека боятся его причастить, чтобы у него не начались помыслы о том, что он умрет. То есть, что же получается, что человек должен умереть без причастия ради того, чтобы он не понял, что умирает и не расстроился? Пусть родные такого человека скажут ему, божественное причащение это лекарство, оно тебе поможет. Тебе хорошо бы причаститься. Таким образом, человек причащается, получает помощь и одновременно готовится к жизни иной. Геронда, надо ли совершать таинство соборования над людьми, отходящими от всей жизни? Над теми, кто не может отдать Богу свою душу, читают чин, бываемый на разлучении души от тела. Таинство соборования совершается над всеми больными, а не только над теми, кто находится при последнем издыхании. Геронда, имеют ли связь те слова, которые произносят находящийся при последнем издыхании человек с его духовным состоянием? Не будем слишком легко делать выводы. Кто-то в момент, когда его душа выходит из тела, может испытывать боль, тяжесть, и его лицо может иметь выражение боли, так что окружающие думают, что он находится в недобром духовном состоянии. Однако выражение боли на лице отличается от выражения озлобления и страха. Бывает, что человек страдает, мучается от боли, а окружающие истолковывают это так, что он борется с бесами, которые пришли, чтобы забрать его душу. Геронда, проходит ли через мытарство душа, исходящая из сей жизни, в духовно упорядоченном состоянии? Если на небо восходит душа человека духовно упорядоченного, то тангалашки не могут сделать ей зла, а вот если она духовно не упорядочена, то тангалашки ее мучают. Иногда бывает и такое, Бог попускает душе человека видеть мытарство в тот час, когда оно выходит из тела, чтобы помочь тем самым нам, еще живущим, чтобы мы подъяли подвиг и расплатились со своими долгами еще всей жизни. Помните житие блаженной Феодоры? То есть Бог попускает, чтобы некоторые люди видели мытарство для того, чтобы получили помощь и покаялись другие. В житии преподобного Ефросина мы читаем о том, что игумен монастыря после одного видения проснулся с яблоком в руке для того, чтобы это увидели другие и получили помощь. А иногда Бог попускает в душе умирающего человека собеседовать с кем-то для того, чтобы покаялся либо сам умирающий человек, либо те, кто его слышит. Видишь как, у Бога много способов спасти человека. В одних случаях он помогает человеку посредством ангелов, а в других – испытаниями или различными знамениями. Я был знаком с женщиной, которая варварски, бесчеловечно обращалась с мужем и со свекровью. Она била обоих, сама находила по соседям, молола языком, а старушку свекровь посылала работать в поле. Несчастная старушка ежедневно два часа шла пешком на поле, еле волоча ноги и работала в поле с утра до вечера, никому не жалуясь. И вот однажды, вернувшись домой, убитая от усталости, она упала на пол и сказала своей невестке, «Архангел Михаил пришел забрать мою душу. Подотри кровь, доченька». «Какую кровь?» – со страхом спросила невестка, потому что не видела никакой крови. «Да вот же, доченька, кровь, течет кровь. Подотри, подотри». Невестка стала оглядываться и искать кровь, а в это время старушка предала Богу душу. После этого случая невестка взялась за ум и изменила свою жизнь. Из дикого зверя она превратилась в вагнца. То, что она видела, как ее свекровь умирает с этими словами, и верила тому, что Архангел Михаил с якобы обнаженным мечом забирает ее душу, произошло по промыслу Божию, для того, чтобы она испугалась и покаялась. То есть Бог заговорил с ней на языке, который она понимала, чтобы она пришла в себя. По всей вероятности, у этой женщины было доброе расположение. Геронда, а если умирающий человек зовет своих усопших сродников, что это значит? Часто это происходит для того, чтобы дать пример другим, тем, которые находятся возле умирающего. Я знал одну богатую госпожу, она была святой женщиной. Замуж она не вышла и жила вместе с сестрой, которая отдала все свое богатство. Ее свояк, то есть муж сестры, умер после нее. Умирая, он стал ее звать. Иди сюда. Попросим друг у друга прощения. Прости меня. Как же я тебя мучил. Прости меня. А где ты видишь его? Спрашивали окружающие. Да вот же она. Разве вы не видите? Вон там, ответил он. И предал Богу душу. Геронда. А получают ли люди прощение, если умирая, они просят прощения у того, кто уже умер? Бог попускает это для того, чтобы они получили прощение хотя бы подобным образом, потому что человек в свой смертный час кается и чувствует необходимость попросить прощения у тех, кого обидел. Тот, кто решился на смерть, ничего не боится. Сегодня для того, чтобы дать отпор трудностям, человек должен иметь в себе Христа. От Христа он будет получать божественное утешение для того, чтобы иметь самоотвержение. Если же этого не будет, то что произойдет в трудный момент. Я читал где-то, что Абдул-Паша забрал со Святой Горы 500 юношей. Из них одни были послушниками, а другие укрывались на Святой Горе от турок. Видимо, тогда в годы греческого восстания юноши приезжали на Святую Гору, чтобы спастись, потому что турки забирали молодых ребят и делали из них янычар. Если юноши не отрекались от Христа, то Абдул-Паша вешал их в башни. Скольких людей захватил он на Святой Горе, и всего лишь пятеро из них пошли на мученичество. Остальные отреклись от Христа и стали янычарами. Необходима отвага – это не шуточки. Если человек чувствует себя несправедливо обиженным, если в нем есть самолюбие, то он не имеет в себе божественной силы. Как такой человек поведет себя, оказавшись в подобной столь нелегкой ситуации? На меня произвел большое впечатление рассказ одного епископа из патриархии. Сначала я говорил ему, ну что же это за дела? С одной стороны надвигается экуменизм, с другой – сионизм, сатанизм. Скоро вместо двуглавого орла будем воздавать почести двурогому дьяволу. Сегодня, – ответил он мне, – нелегко найти такого епископа, каким был Паисий II, епископ Кесарийский. Что же делал Паисий II? Когда он ходил с прошениями к султану, то перепоясывался веревкой. То есть он заранее решился на то, что турки его повесят. Он словно говорил султану, не ищи веревку и не теряй времени. Если хочешь меня повесить, то веревка готова. Его посылали к султану по нелегким вопросам. И часто в трудных ситуациях он спасал патриархию. Когда он состарился, а надо было опять ехать к султану, то через седло лошади перебрасывали две большие корзины, связанные между собой. Одну чем-нибудь нагружали, а в другую сажали его. И так он путешествовал в Константинополь. Однажды турки издали фирман о призыве греков в турецкую армию. Христианам было трудно служить вместе с турками, потому что они не могли удовлетворять необходимые им религиозные потребности. К тому же и Россия незадолго перед этим потребовала у турок, чтобы они не препятствовали грекам в отправлении христианских обязанностей. Тогда патриарх пригласил митрополита Паисия и отправил его к султану. Митрополит, перепоясанный веревкой, опять пристал перед султаном. Султан сказал ему, греки должны идти в армию, чтобы служить родине. Да, ответил ему владыка Паисий, я тоже согласен с тем, чтобы греки служили в армии, ибо эти земли изданно принадлежали грекам. Однако у нас разная вера, поэтому отдельная армия греков должна находиться в отдельном военном лагере, иметь своих офицеров и тому подобное. Это необходимо для того, чтобы свои религиозные обязанности греки тоже могли отправлять. Они не могут молиться вместе с вами, у вас рамазан, а у нас богоявление. Дать христианам оружие, подумал султан, это опасно. Нет, нет, ответил он митрополиту, лучше не надо им идти в армию. В другой раз армяне подали султану прошение о том, чтобы им отдали балукли и добились благословного ответа. После этого обсуждать этот вопрос с султаном пошел митрополит Паисий. «Балукли», — сказал ему султан, — «должны забрать армяне, потому что это место является достоянием их дедов». «Да», — ответил ему Паисий, — «они должны забрать ее, ибо, зная, что какое-то место является достоянием наших дедов, мы должны забрать его себе. Дайте мне документ о передаче Балукли, и я тоже его подпишу, потому что я пришел сюда как представитель патриархии». Он подписал документ, а потом достал золотой константиновский дукат и сказал, «Итак, пусть армяне заберут Балукли, но тогда мы должны забрать себе святую Софию, потому что она наша. Она принадлежала нашим дедам, и вы должны нам ее вернуть». Сказав это, он показал султану золотой со святым Константинополем. На прием к султану митрополит в качестве свидетеля взял одного из русских офицеров, прибывших тогда на корабле в Константинополь. Таким образом султан оказался в трудной ситуации и отменил свое решение по Балукли. «Нет-нет», — сказал ему султан, — «Балукли остается у вас, потому что ему надо было либо отменить свое решение, либо отдать грекам святую Софию». Видите как? Митрополит Паисий вертел турками, как хотел. Это потому, что он решился на смерть. А если не решится на смерть, то ничего не добьешься. Все начинается с этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова